В честь Дня Металлурга отраслевые награды от Республиканской ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий вручили трем работникам компании «Арселор Митл Тимиртау». Обладателем знака «Янбек Данкы» второй степени стал начальник цеха горячего цинкования и алюминирования АО «Арселор Митл Тимиртау» Алексей Берг. Почетной грамотой АГМП был отмечен начальник отдела по управлению социальными объектами службу персонала управления АО «Арселор Митл Тимиртау» Аскар Салимбаев. Также за высокие достижения в профессиональной деятельности знака «Янбек Данкы» третьей степени удостоился ветеран комбината, член Ассамблеи народов АО «Арселор Митл Тимиртау» Ильяс Баймурзаев. О трудовом пути каждого из них смотрите в нашей программе. Подразделения горячего цинкования и алюминирования АО «Арселор Митл Тимиртау», который возглавляет Алексей Александрович, Берг при работе опираются на три главные составляющие – техника безопасности, производственные показатели и качество продукции. Алексей Александрович родился и вырос в городе Тимиртау, здесь же окончил с отличием завод в ТУЗ, ныне именуемый Карагандинский индустриальный университет по специальности металлургия черных металлов. В 1990 году Алексей Берг впервые прошел через ворота центральной проходной металлургического комбината и приступил к рабочим обязанностям в должности ковшевого мартеновского цеха номер один. Освоив вторую профессию, он стал разливщиком стали, где проработал более трех лет. В 1994 году столетейщик занял должность мастера печей на горячем участке работ мартеновского цеха. Менялись кадры, модернизировалось производство, а Алексей Берг продолжал трудиться на комбинате, постоянно совершенствуя свои навыки и приобретая бесценный опыт. География его трудовой деятельности обширна, как и квалификация героя сюжета. В 1999 году я в связи с закрытием мартеновского цеха сменил вид деятельности, перешел работать в ЦГЦА старшим сменным мастером. В должности старшего сменного мастера в ЦГЦА я проработал до 2008 года. Далее в этом же цеху я начал свою трудовую деятельность в должности старшего мастера отделения покраски. Это как раз вот эта съемка, где происходит, это наш агрегат покраски. В этой должности я проработал до 2016 года. В 2016 году я стал исполнять обязанности начальника ЦГЦА. По словам Алексея Александровича, его работа не просто любимое дело, но инструмент, с помощью которого можно приносить пользу людям. Скажем так, в этой ипостаси я могу больше раскрыться, больше принести пользу обществу, а общество – это люди, которые здесь работают. Алексей Александрович является представителем трудовой династии. На металлургическом комбинате АО «Арселор Митл Тимиртау» работали отец Александр Богданович и брат Андрей, супруга Марина и сын Александр. Как признается герой нашей статьи, на выбор профессии повлиял пример отца, который является основателем династии и почетным ветераном комбината. Сегодня Алексей Берг – настоящий специалист в своей области. За время его руководства цех достиг рекордных показателей. Однако на его плечах лежит ответственность не только за эффективность производства, но и заверенный ему коллектив. Алексей Александрович требователь к себе и коллегам. Производственные задачи – это одно. Но вообще в своей работе нам, как руководителям среднего и высшего звена, в первую очередь нужно обращать внимание на задачи техники безопасности, различного рода социальных программ. Ну и, конечно, если у нас все будет нормально с техникой безопасности, я думаю, мы производственные задачи, я думаю, выполним. Но если рассматривать чисто человеческие качества, допустим, как руководителя, то здесь интересно иметь какие-то моменты – порядочность, обязательность руководителя, потому что практически все вопросы работы цеха, работы людей, комфортной работы людей, они все концентрируются на уровне начальника цеха. Он обязан эти вопросы рассматривать не по факту поступления жалобы, а именно в вопросах, допустим, планомерного, предварительного решения этих вопросов. Многогранные знания и накопленный опыт закрепили за Алексеем репутацию руководителя высокого уровня. Его профессионализм и неустанный труд являются залогом успеха и ярким примером для специалистов. При всем этом, по признанию коллег, он не только профессионал своего дела, но и замечательный человек. Как руководитель Алексей Александрович поражает, скажем так, широтой своих познаний. Знает от физико-механических свойств металла и, кончая, то знает даже схемы электроснабжения линий. В моей специфике работа. Очень человек большого, широкого кругозора и больших познаний. Очень требовательный руководитель. Как человек можно подойти даже по семейным каким-то вопросам, решать бытовые проблемы, помогает. Люди, большая часть коллектива, весь коллектив обращается за помощью. За время работы на металлургическом комбинате Аскар Салимбаев освоил широкий круг профессий. Кислотоупорщик, мастер, старший мастер и начальник лаборатории. Сегодня под его руководством осуществляется контроль по всем социальным объектам компании. Его главная задача заключается в том, чтобы все социальные услуги были предоставлены вовремя и в полном объеме. Наша общая компания, она социально направленная компания. И поэтому, согласно коллективного договора, мы должны выполнять, в принципе, социальные вопросы решать. Как отдыха, предоставление каких-то мероприятий для работников. Там жартас у нас, самал, шахтер для отдыха. Также детский оздоровительный лагеря, факел романтик, предоставляем услуги для детей, работников комбината. Ну и, чтобы все это работало, чтобы все это двигалось, существует такой отдел. Тепло и с благодарностью отзывается об Аскаре Толибергеновиче коллектив отдела. Аскар – прекрасный человек, очень замечательный руководитель, профессионал своего дела. Он всегда готов прийти ко мне на помощь и вообще к любым коллегам, кто младше по должности и старше, всегда готов поделиться своим опытом, советом. Жизненная кредо Аскара Селимбаева – помогать людям. Этот девиз как нельзя лучше подходит к выбранной профессии героя сюжета. Общение с людьми, помогать людям – вот это основное, наверное, самое главное, кредо, наверное, в жизни – общение. И самое главное, что я вижу, допустим, результат какой-то своей работы. Пользуясь случаем, Аскар поздравил всех представителей металлургической промышленности с профессиональным праздником. Всех металлургов хочу поздравить с профессиональным праздником. Желаю всем нашим работникам Арсилор Митал Тимиртау самое главное – здоровья. Ну и чтобы работа всегда была, несмотря ни на какие там проблемы политического характера и экономического характера. Чтобы мы тоже шли и развивались, и продолжали работать. Ильяс Баймурзаев – уважаемый житель города Тимиртау. Отзывчивый человек, счастливый отец и любящий дедушка. В свои 84 года он ведет активный образ жизни и по-прежнему вносит неоценимый вклад в социальную жизнь компании Арсилор Митал Тимиртау. Семь лет трудового пути ветеран предприятия посвятил производству чугуна. Работал водопроводчиком на доменной печи номер один. Ильяс Баймурзаев гордится тем, что был частью доменного производства. Устроился домный тех. Обучался в Магнитогорске 10 месяцев домную печь. Все кладки охлаждаются водой. Если бы вода не было, она бы рухнула сразу. Там температура внутри. Попробовать себя в новой ипостаси, стать прокатчиком – герой сюжета решил в 1967 году. Тогда велось активное строительство стана 1700 горячей прокатки. Открылся после домного цеха листопрокатный цех номер один. Хотел в этом цехе поработать, посмотреть. Все искали новое место, интересное. И перевелся в первый листопрокатный цех. От первого листопрокатного цеха отправили меня в Украину, в город, в то время Жданов. Там три месяца обучался, ознакомился с оборудованным первым листопрокатным цехом. Приехал и работал бригадиром, мастером энергоремонтным оборудованием. Два СССР, 8 лет членом городского комитета партии избирался, возглавлял наставничество молодежи и конфликтной комиссии. Достижений в жизни Ильяса Баймурзаева было много. Ведь после выхода на заслуженный отдых он не оставил общественную деятельность, а наоборот, стал всесторонне развиваться в этом направлении. По его инициативе в городе появилось общественное объединение «Халактар-дус-ТГ». Сегодня это ассамблея народов АОРС Лормитал-Тимиртау, которую возглавляет преемник героя нашего сюжета Алишер Жекбеков. Перед выходом на пенсию как раз собирались аксакалы. Ихние собрания я присутствовал. И тогда познакомился с Ильясом Баймурзаевшим. Был интеллигентный, энергичный. И вот он организовывал Дом дружбы народов в Тимиртау. Я тогда сказал, я не пойду к аксакалам, я пойду, говорю, Ильяса Баймурзаевшим. Потом очень близко познакомился. История жизни его, его семьи, его жены. Мне как путеводителем стал он. За этот период мы досконально уже организовали этнокультурные объединения. Всегда Ильяс Баймурзаев возле нас и всегда подсказывает, помогает. Ему уже 84 года. Я рад, что с такими людьми я работаю. Быть авторитетом среди металлургов и уважаемым человеком среди жителей города – это почетно. Ильяс Баймурзаев поделился своим секретом жизненного успеха – жить сегодняшним днем и всегда с уверенностью смотреть в будущее.